Мы с вами начали рассмотрение линейных уравнений n-го порядка, которые записываются в следующем виде. Напомню, соответствующую форму записи. n-ая производная функции y плюс коэффициент, зависящий от x на n-1 производную и так далее до слагаемого, который содержит коэффициент x с индексом n на функцию y, то есть производная нулевого порядка, и равно f от x. Мы с вами договорились, что вот эту конструкцию будем обозначать вот в таком виде, как оператор L, действующий на функцию y по вот такому правилу. И всю прошлую лекцию мы с вами посвятили рассмотрению однородного уравнения n-го порядка. Мы с вами обсудили, что все множество решений однородного уравнения линейного n-го порядка представляет из себя линейное пространство. И мы с вами обсудили, как построить фундаментальную систему решений из n-функций, с помощью которых можно выразить любое решение однородного уравнения. То есть, напоминаю, y и t от x – это элементы фундаментальной системы решений, которые из себя представляют n линейно-независимых решений однородного уравнения. Если мы построили ФСР, а как это делать мы рассматривали с вами на прошлой лекции, то любое решение однородного уравнения может быть выражено в виде какой-то линейной комбинации элементов ФСР. На этом занятии мы переходим к рассмотрению линейного уравнения n-го порядка, но уже не однородного. И докажем маленькую теоремку, что любое... Теорема звучит следующим образом, что общее решение неоднородного уравнения можно представить в виде какого-то частного решения неоднородного уравнения плюс общее решение однородного уравнения, где вот эти функции образуют фундаментальную систему решений однородного уравнения. То есть, еще раз, что общее решение неоднородного уравнения представляется в виде частного решения неоднородного уравнения плюс общее решение однородного уравнения. Эта теорема доказывается очень просто. Рассмотрим разность произвольного решения неоднородного уравнения и какого-то конкретного частного решения неоднородного уравнения. Вспоминаем доказанную в начале прошлой лекции теорему о том, что разность двух любых частных решений неоднородного уравнения являются решением однородного уравнения. Это какое-то конкретное частное решение неоднородного уравнения, а это, так как общий вид решений неоднородного уравнения, то эта функция тоже, естественно, по предположению является частным решением, каким-то решением неоднородного уравнения. Поэтому разность двух конкретных решений неоднородного уравнения являются решением однородного уравнения. То есть, вот эта функция удовлетворяет однородному уравнению. А как мы уже с вами обсудили, любое решение однородного уравнения может быть представлено в виде линейной комбинации элементов фундаментальной системы решений. Переносим y с волной направо и получаем утверждение, которое требовалось нам доказать. Теперь, как решать неоднородные уравнения? Есть два подхода. Один подход – это метод вариаций постоянных, будет подробно рассматриваться вашими семинаристами на семинарских занятиях, поэтому внимания ему уделять не будем. А второй подход – это поиск решения с помощью так называемой функции Каши. Этот подход носит важный теоретический и тоже прикладной характер, поэтому на нем мы как раз заострим наше внимание на этой лекции. Итак, для начала рассмотрим следующую задачу Каши для однородного уравнения. Она будет у нас иметь вспомогательный характер. Это дифференциальное уравнение определяет функцию на отрезке от х0 до А и плюс заданы дополнительные условия на функцию в точке х0. На функцию и на ее производные. То есть здесь мы ставим конкретную задачу Каши, которая поможет в дальнейшем ввести функцию Каши, о которой мы упоминаем. То есть рассмотрим вот такую вот задачу Каши для однородного уравнения и граничных начальных условий в точке х0, которые все равны нулю, кроме производной n-1 порядка, которая равна единице. Дальше сделаем следующие преобразования. Этот отрезочек перепишем вот в такой форме записи, что у нас х от А до... от х0 до А. И введем параметр Кси. И дополнительные условия поставим не в точке х0, а в точке Кси. Понятно, что теперь у нас эта задача Каши будет иметь решение функцию у, зависящую от х, и еще от параметра Кси. Потому что понятно, что при разных значениях параметра Кси мы будем получать совершенно различные решения. Поэтому введем так называемую функцию Каши, которая зависит от х и от вот этого параметра Кси. То есть эту функцию, функцию х и параметра Кси, будем как раз в качестве нее обозначать решение вот этой вспомогательной задачи. либо более формально запишем, функция Каши определяется следующим образом. Сейчас я запишу и дам вспомогательные комментарии. и так до производной Н минус первого порядка включительно. То есть я фактически переписал ту же самую задачу Каши. То же самое написано, но просто более формально. Так как мы с вами договорились, еще раз акцентирую внимание на том, что для вот этой задачи Каши решение это функция х, но также зависит от параметра Кси. Поэтому решением этой задачи мы будем называть вот эту функцию фактически двух переменных. И, соответственно, формально, формально, если такая функция существует, то она удовлетворяет вот такой вот задачи Каши. То есть вместо игрока я фактически подставил К. Но появились дополнительные обозначения. Вот это обозначение что значит? У нас же есть дифференциальный оператор, в котором встречаются первые производные, вторая, третья и так далее до Н-го порядка. А так как функция у нас уже теперь двух переменных, то непонятно, по какой переменной брать производную. Поэтому здесь вот этот индекс акцентирует внимание на том, что производные при вычислении вот этого дифференциального оператора берутся по переменной х. И также вот здесь. В общем, теперь допустим, что мы смогли решить вот эту задачу, из которой мы нашли так называемую функцию Каши. И теперь утверждение, которое мы докажем, что если у нас есть линейное уравнение Н-го порядка, которое является неоднородным, с дополнительными, начальными, ключевой момент, однородными условиями, то решение этой задачи может быть найдено в следующем виде. как интеграл от х0 до х от произведения функции Каши на неоднородность F, вместо х подставили Пси, Д кси. То есть, еще раз, если у нас есть неоднородная задача для линейного уравнения Н-го порядка с однородными граничными, ну, точнее, с однородными начальными условиями, поставленными все в точке х0, то решение вот этой задачи может быть найдено с помощью функции Каши, которая определяется вот таким образом, и представлено решение в таком виде. Сразу два замечания. Во-первых, все могут начать сомневаться, что какая-то странная теорема, мы же все время с вами говорим о том, что цель этого курса помочь вам научиться решать реальные прикладные задачи. А понятно, на практике у вас начальные условия, поставленные в одной точке х0, может быть неоднородными. Здесь могут быть совершенно различные числа. Поэтому возникает вопрос, вроде бы мы ограничиваем общность соответствующего утверждения. Но это не так, потому что с помощью вспомогательных замен любую задачу для неоднородного уравнения с неоднородными граничными, ой, начальными условиями, неоднородными, это значит, хоть одно начальное условие зависит не от нуля. С помощью вспомогательных замен можно свести к неоднородной задаче с однородным начальным условием. В этом случае у нас за счет соответствующей замены подобранной здесь будет уже, понятно, другая функция y и поменяется неоднородность. Но будут однородные начальные условия. Поэтому общность мы не ограничиваем, доказывая теорему именно для однородных начальных условий. Просто однородные начальные условия нам нужны для того, чтобы соответствующую теорему доказать легче всего. Так. Итак, подытожим. Есть задача Каши для неоднородного уравнения с однородными начальными условиями. Мы для соответствующего дифференциального оператора строим функцию Каши, решая соответствующую задачу Каши, выписанную наверху доски. И потом можем найти игрок от x для любого f с помощью построенной функции Каши. Какая практическая значимость у вот этой теоремы? На семинарских занятиях, когда вам нужно решить какую-то конкретную задачу Каши для неоднородного линейного уравнения одного порядка, вот этим методом пользоваться абсолютно бессмысленно. Потому что трудозатраты в принципе будут эквивалентны тому, что вы и будете находить функцию Каши. А вот на практике это важно почему? Потому что на практике, когда вы рассматриваете конкретную задачу, то этой задаче в соответствии ставится именно физическому какому-нибудь процессу дифференциальный оператор. А разным условиям эксперимента соответствуют различные начальные условия и различные функции f от x. Например, если x выполняет роль пространственной переменной, то смысл функции f от x это, например, неоднородность среды, в которой происходит развитие соответствующего процесса на отрезке от x0 до а. если x выполняет роль временной переменной, то f от t это какое-то внешнее воздействие на вашу систему в зависимости от времени. И поэтому у вас может на практике возникнуть необходимость провести очень большое количество численных, но предварительных экспериментов для различных условий проведения этого эксперимента, которые определяют разные условия проведения эксперимента, определяют f от x и соответствующие начальные условия. Если мы всегда можем за счет замен свести задачу к задаче с начальными нулевыми, то есть однородными условиями, то фактически задача сводится к чему? Что нам нужно для вот этого дифференциального оператора для этого дифференциального оператора один раз решить вот эту вспомогательную задачу кашей, из которой мы находим функцию каши, а затем мы можем сразу же строить совершенно разные решения y от x для различных неоднородностей. То есть фактически функция каши помогает что сделать? Вместо того, чтобы если у вас есть, например, 10 нужно провести численных экспериментов при различных параметрах, вместо того, чтобы 10 раз решать вот такие подобные задачи, например, методом вариации постоянных, которые рассматриваются на семинарских занятиях, вы один раз с помощью метода вариации постоянных, например, находите функцию каши, а после этого для различных f от x, для различных фактически условий при проведении эксперимента, вы можете найти решение, уже не решая дифференциальные уравнения, а фактически интегрируя вот это выражение. То есть количество действий сильно упрощается. Ну, а напоминаю, зачем это нужно? Реальные современные эксперименты натурные достаточно дорогие, поэтому численный эксперимент как помогает? Смоделировали какой-то процесс, перебрали какие-то условия эксперимента различные, то есть провели множество численных экспериментов, нашли интересующий ваш эффект, и только когда вы его нашли численно, вы уже соответствующий эффект проверяете на практике, ставя всего лишь, ну, например, один проверяющий натурный эксперимент, то есть экономия средств. Так вот, давайте докажем вот это утверждение о том, что решение вот этой задачи может быть выражено в виде вот этого интеграла от произведения функции Каши на неоднородность F. Что для этого мы сделаем? мы подставим вот эту функцию Y от X в наш дифференциальный оператор и покажем, что в результате действительно получится F от X. Мы подставим нашу функцию Y от X в начальные условия, покажем, что они нулевые. То есть если при подстановке этой функции Y от X в таком виде в нашу задачу Каши все равенства превратятся в верные тождества, то это означает, что мы как раз и доказали, что решение может быть представлено в таком виде. Так, если мы будем Y от X подставлять в наш дифференциальный оператор, то здесь будет N производная функции X плюс A первая зависящая от X на производную N минус первого порядка и плюс и так далее до коэффициент AN зависящий от X на функцию Y. То есть мы должны фактически подставить функцию Y сюда, ее производную подставить в соответствующее слагаемое и так далее. И наша цель показать, что получится F от X. Но для того, чтобы подставить Y от X мы можем без проблем, но вот чтобы подставить Y' от X, его надо вычислить. Какая здесь проблема? Полтора года назад, когда вы учились на первом курсе в первом семестре, на семинарских занятиях в частности были задания вычислить производную функции, которая выражается в виде интеграла с переменным верхним пределом, зависящим от X. То на первом курсе многие из вас вычисляли производную от таких функций, где X входил в виде переменного предела. Но здесь проблема, что еще X входит и в под интегральную функцию. Поэтому формул, соответствующих вам для вычисления производной вот такой функции X неизвестно. А раз функуют соответствующие формулы неизвестны, что мы делаем? Вычисляем производную по определению. Давайте вычислим по определению. Для этого что мы должны сделать? Для этого мы должны записать приращение функции, найти отношение приращения функции к приращению аргумента и вычислить предел при приращении аргумента стремящимся к нулю. Давайте аккуратно проделаем все эти действия. То есть предел при дельта x, стремящимся к нулю. Нарисую большую дробь. Здесь пишу нашу функцию, но только вместо x подставляю x плюс дельта x. Опять вместо x подставляю x плюс дельта x кси f от кси д кси и минус y кт x то есть это просто вот этот интеграл переписываю. x к от x кси f кси д кси. Теперь проделаем следующие действия. Во-первых, я хочу воспользоваться свойством аддитивности объединить эти два интеграла в том случае, если бы у них пределы верхний и нижний были одинаковые. Поэтому для этого я разобью вот этот интеграл на два. Один интеграл будет в пределах от x0 до x от нашей подинтегральной функции. плюс интеграл в пределах от x уже до x плюс дельта x от той же самой подинтегральной функции. И минус вот этот интеграл. от x 0 dx k от x кси f от кси д кси. Все делим на дельта x. Продолжаем. Вот этот и вот этот интеграл я объединю, воспользовавшись свойством аддитивности, так как эти интегралы в одинаковых пределах. Это будет один интеграл от x0 до x от подинтегральной функции, которая будет записываться в следующем виде. f от кси выношу за скобку, поэтому вот в этих квадратных скобках будет разность вот этих двух функций. f от кси д кси. Сразу давайте в уме сделал следующее преобразование. Сейчас я напишу и прокомментирую. Что мы сейчас сделали? Был предел фактически от суммы двух функций, а я теперь представил в виде суммы пределов. Опять же, ссылка на первый семестр Матана. Почему я могу, в каком случае я могу это сделать? Я могу сделать в том случае, если пределы от этих функций существуют. Но я заранее знаю, что пределы нам посчитать удастся, поэтому соответствующий переход правомер. Теперь сделаю следующее преобразование. Вот здесь я поменяю операции интегрирования и вычисления предела местами, потому что интеграл от дельта х в пределах дельта х не содержится. А что вот это у нас такое здесь получилось? Это определение частной производной функции k двух переменных x и x по x. Поэтому сразу запишу. Получаю интеграл от x0 до x вот это по определению частная производная функции k по x причем опять же наши договоренности какие? Так как функции двух переменных, то я должен здесь поставить индекс, поясняющий производную по какой переменной я беру. Так, и теперь остается разобраться с вот этим интегралом. А здесь я поступлю следующим образом. Опять же, ссылаясь на первый семестр матана, можно утверждать, что найдется такая точка кси со звездочкой, что вот этот интеграл будет равен вот такому выражению. А кси со звездочкой, то есть найдется кси со звездочкой из отрезка интегрирования, то есть от x до x плюс дельта x. то есть ссылаясь на соответствующую теорему, что найдется на вот этом отрезке такая точка x со звездочкой, что я могу взять, что интеграл будет в точности равен под интегральной функции в точке кси со звездочкой умножить на величину интервала интегрирования. То есть напоминаю смысл, ну, геометрическую интерпретацию этой теоремы, что если у вас есть интеграл от какой-то функции f от x, ну, понятно, предполагается, что она непрерывная и так далее, на отрезке ab, то на этом отрезке всегда найдется такая точка x со звездочкой, то есть x со звездочкой, то есть существует x со звездочкой из отрезка ab, такая, что вот этот интеграл будет равен значению функции, подинтегральной функцией в точке x со звездочкой на величину соответствующего отрезка интегрирования. Геометрическая инклюзация какая? Интеграл от a до b от функции f от x это площадь вот этой фигуры. Ну и понятно, что найдется такой x со звездочкой, что площадь вот этого прямоугольника будет совпадать с площадью вот этой фигуры. Соответственно, возвращаемся, я утверждаю, что найдется на отрезке от x до x плюс дельта x такая точка x со звездочкой, что вот этот интеграл будет в точности равен вот этому интегралу. Теперь дельта x сокращаю и уже без проблем могу предел по дельта x устремить к нулю. Если предел, если дельта x устремляется к нулю, то вот это выражение стремится к x. А к чему стремится к си со звездочкой? Если дельта x, если кси со звездочкой принадлежит этому отрезку, а дельта x стремится к нулю, то отрезок у нас во что вырождается? В точку от x до x, при дельте x, стремящемся к нулю. Поэтому кси со звездочкой при дельте x, стремящемся к нулю, будет стремиться к x. В результате получаем интеграл от x0 до x, производная под интегральной функции к двух переменных по x, f от x, d кси, и плюс вот здесь k от x, x, f от x. То есть, давайте-ка я еще раз это перепишу. То есть, давайте, у нас была функция y от x, представленная вот в таком вот виде. Мы вычислили ее производную. Ее производная приняла вот следующий вид. k от x x f от x плюс интеграл от x0 до x, производная первая по x от функции k от x кси, f от кси, d кси. Дальше можем заметить следующее. Мы же здесь везде все это делаем для функции k, которая является функцией каши и определяется как решение вот этой вспомогательной задачи. А чему равно k, зависящее от двух аргументов, взятых в одной точке? 0. Поэтому k от x x равно 0. Поэтому k от x x равно 0. Продолжаю соответствующие действия. Вторая производная чему будет равна? Ну, у нас вот опять фактически можем воспользоваться той же самой формулой, потому что у нас интеграл с переменным верхним пределом и подинтегральная функция, имеющая абсолютно такой же вид, которая зависит от x. Поэтому результат вычисления производной по x от вот этого выражения что будет? Подинтегральная функция, роль подинтегральной функции сейчас выполняет первая частная производная функция k по x в точке x и x опять на f в точке x плюс интеграл от x0 до x здесь вторая производная будет стоять нашей функции f от x d x мы можем продолжать соответствующие действия и далее до давайте напишу мы это будем делать до производной n порядка потому что нам уже нужно вычислить чтобы подставить функцию y подействовать на функцию y дифференциальным оператором нам нужно вычислить все производные до n порядка включительно по аналогии с вот этим если продолжим действие здесь будет стоять производная n-2 порядка по x от функции k все это в точке x плюс интеграл от x0 до x здесь будет производная n-1 порядка опять по тому как мы определяли функцию каши все вот эти конструкции равны нулю а вот для n-ой производной уже будет отличие давайте перепишу это как функция каши у нас определялась как решение соответствующей задачи каши в которой производная n-1 порядка функции каши равнялась единицы то есть вот это равно единице теперь напоминаем что мы сейчас с вами делаем зачем мы это делали мы хотим подействовать нашим дифференциальным оператором на функцию y то есть в результате результат действия дифференциального оператора на функцию y это производная n-ого порядка плюс a1 от x на производную n-1 порядка и плюс и так далее a n-t от x на производную нулевого порядка то есть на саму функцию поэтому что мы сделаем здесь y производная n-ого порядка функции y с коэффициентом 1 входит поэтому это уравнение умножим на 1 производная n-1 порядка входит с коэффициентом a1 x поэтому вот это уравнение умножим на a1 x и так далее вот это умножим на a n-t от x это a n-1 от x a n-2 от x то есть делаем это и что у нас получается у нас получается что во всех вот этих выражениях первое слагаемое зунулилось кроме первого слагаемого выражения для n-ой производной поэтому когда мы вот это все сложим все первые слагаемые здесь получится f от x теперь складываем все интегралы с соответствующими коэффициентами опять же пользуемся свойством аддитивности то есть сумму интегралов с одинаковыми пределами интегрирования заменяем на один интеграл от суммы соответствующих подинтегральных функций здесь будет следующая конструкция ну давайте я сразу ф от кси вынесу за скобку от этого интеграла у нас будет производная n-ого порядка давайте я сделаю как чтобы для экономии места я не буду писать здесь аргумент а напишу один раз что вот это все выражение зависит от икс кси плюс а1 от икс умноженное на производную n-1 порядка и плюс и так далее до в конце концов будет а нт от икс а здесь производная нулевого порядка то есть сама функция к а дальше что мы замечаем мы замечаем что вот это фактически результат действия дифференциального оператора по переменной икс на функцию к от икс кси а опять же по тому как мы вводили функцию каши результат действия дифференциального оператора по переменной икс будет равен нулю поэтому вот этот интеграл зануляется так как подинтегральная функция равна тождественно равна нулю и по итогу мы получили что l что результат действия дифференциального оператора на функцию игрок дает f от x то есть что эта функция игрок от x записанная через функцию каши действительно удовлетворяет уравнению но неоднородному уравнению давайте покажу то есть только что только что мы с вами показали что функция игрок от x записанная через функцию каши удовлетворяет вот этому уравнению теперь чтобы показать а что мы с вами делаем напоминаю мы с вами показываем что если мы найдем игрок от x в таком виде то это как раз и будет решение вот этой неоднородной задачи с однородными граничными условиями то есть мы показали что вот эта функция в такой форме записи удовлетворяет первому уравнению и теперь нужно показать что удовлетворяет граничным условиям пардон постоянно оговариваюсь говорю случайно граничными условиями это всегда понятно здесь граничные условия являются начальным условием фактически ну в общепринятой терминологии так наша цель показать что вот эта функция удовлетворяет вот этим всем начальным условиям а это мы можем видеть из вот этой формы записи что будет если мы вычислим игрок от x0 подставляем сюда x0 интеграл от x0 до x0 это по определению ноль игрок штрих от x0 опять вот это слагаемое равно нулю поэтому игрок штрих от x0 будет чему равняться интеграл от x0 до x0 интеграл от x0 до x0 если верхний нижний предел совпадает понятно интеграл будет ноль и так далее до n до производной n-1 порядка производной n-1 порядка нашей функции игрок в точке x0 тоже понятно будет обращаться в ноль поэтому наша функция игрок от x выраженная с помощью функции каши действительно является решением задачи каши для неоднородного уравнения с однородными граничными условиями то есть соответствующее утверждение нами доказано еще раз повторю еще раз повторю зачем это нужно то есть если вам нужно решить только одну задачу каши для неоднородного уравнения с дополнительными какими-то условиями то вы применяете просто метод вариации постоянных и не заморачиваетесь с вот этим подходом а этот подход когда нужен этот подход нужен когда вам нужно решить очень много задач для одного и того же дифференциального оператора ну а дифференциальный оператор напоминаю еще раз определяет конкретные физические законы для конкретного дифференциального оператора вот эти коэффициенты все фиксированы то есть вам нужно решить много задач для одного и того же дифференциального оператора но с различными неоднородностями вот в этом случае как раз функция каши и помогает то есть вы один раз решая вот эту вспомогательную специальную задачу каши находите функцию каши например с помощью метода вариаций постоянных а потом каждая задача для дифференциального уравнения линейно-военного порядка для различных неоднородностей уже будет сводиться к простому интегрированию но понятно когда я говорю простое естественно подинтегральная функция может быть неприятной под тем что интегрирование простое это все подразумевается в сравнении ну понятно что операция интегрирования она проще чем операция поиска решения дифференциального уравнения особенно если речь идет о численных методах то есть численно найти значение интеграла значительно проще чем найти численно решение задачи каши так это мы доказали следующий маленький раздел это линейные уравнения n-го порядка с постоянными коэффициентами то есть обращаю ваше внимание еще раз на то что на данный момент мы с вами рассматривали линейные уравнения первого порядка в котором коэффициенты при функции ее производных это было как были какие-то функции икса теперь же мы рассматриваем частный случай однако который достаточно часто встречается на практике это дифференциальный оператор в котором коэффициенты уже не являются функциями икса а это просто константы просто константы то есть все а и т это константы для всех и от единицы до n и что будет у нас для этого частного случая подход эйлера так и называется метод эйлера заключается в том чтобы искать решение соответствующего однородного для начала однородного уравнения вот в таком вот виде то есть метод эйлера заключается в том что решение именно однородного уравнения мы будем искать вот в таком виде сразу оговорка естественно линейное уравнение ного порядка всегда имеет понятно тривиальное решение то есть y тождественно равное нулю потому что понятно если мы y тождественно равное нулю подставим вот в это линейное уравнение то мы как раз вот здесь получим ноль поэтому естественно речь идет о том чтобы найти нетривиальные решения а раз мы ищем нетривиальные решения то значит предполагаем что константа вот здесь c не равна нулю Потому что если бы она была равна нулю, решение получается нулем, тривиальное, и этот случай нас не интересует для рассмотрения. В общем, что сделаем? Подставим, подействуем оператором L на функцию Y. Что мы получим? Ну, константу С сразу выношу за скобки, n-ая производная, экспоненты. Это будет экспонента, и когда мы ее дифференцируем, каждый раз вылезает лямбда, и в результате вылезет лямбда в n-ой степени. Плюс А1, производная n-1 порядка от экспоненты. Это в процессе дифференцирования n-1 раз вылезет лямбда. И так далее. И последнее, это АН на Y, которое записано вот в таком вот виде. Напомню, С мы сразу вынесли за скобки. В результате получаем вот такое вот выражение. Соответственно, если речь идет об однородном, о решении однородного уравнения, то вот это выражение равно нулю. С учетом того, что, как мы с вами обсудили, мы ищем нетривиальные решения, и, понятно, экспоненты тоже не может принимать никогда нулевые значения, мы получаем вот такое условие на лямбды. Вот это уравнение называется характеристическим уравнением. А вот этот многочлен, будем его обозначать как m от лямбда, называется характеристическим многочленом. Сейчас неудачно. Называется характеристическим многочленом. Характеристический многочлен. И если приравнять характеристический многочлен к нулю, получается характеристическое уравнение, из которого мы находим лямбда. Вспоминаем основную теорему алгебры, что полином n-ой степени имеет ровно n корней с учетом кратности. То есть эти корни могут быть как действительными, так комплисозначенными, могут быть простыми, когда кратность единицы, могут быть не простыми, а кратными. Но с учетом кратности у нас будет ровно n корней. Давайте рассмотрим сначала простейший случай. Простейший случай, когда все корни характеристического многочлена простые. То есть значит, что их кратность, ну алгебраическая, равна единице. В этом случае у нас будет k различных решений соответствующего характеристического уравнения. И в результате, с учетом того, что мы ищем решение однородного уравнения в том виде, в виде функции y, k, t, x, равная c на e в степени λ, x, получается, что у нас есть k различных функций вот такого вот вида. Можем c убрать, и в результате можем дальше сделать такое утверждение, которое нужно будет доказать. что n вот этих функций, y, k, t, x, равная экспонента в степени λ, k, t на x, где λ, k, t – это корни характеристического уравнения, при условии, что они все простые, образуют фундаментальную систему решений однородного уравнения. А значит, что вместо того, чтобы, как в случае линейного уравнения n-го порядка с произвольными коэффициентами, чем мы занимались последние полторы лекции, вместо того, чтобы искать общее решение однородного уравнения какими-нибудь специфическими методами, которые вы рассматривали, ну, либо будете рассматривать на семинарских занятиях, вам нужно всего лишь сопоставить вашему уравнению n-го порядка с постоянными коэффициентами характеристический многочлен, приравнять его к нулю, найти его корни, и если корни простые, выписать фундаментальную систему решений, и, соответственно, вы можете сразу же выписать и общее решение однородного уравнения в каком виде? В виде суммы вот этих экспонент с какими-то произвольными коэффициентами, то есть как линейную комбинацию элементов ФСР. То есть все очень просто, но нам нужно доказать, нам нужно доказать, что вот эти функции образуют фундаментальную систему решений. Вспоминаем предыдущую лекцию. Что мы с вами, как мы ввели определение ФСР. Под фундаментальной системой решений для линейного уравнения n-го порядка, однородного, мы подразумеваем набор ровно из n линейно независимых решений однородного уравнения. Эти все функции являются решениями однородного уравнения по построению. Их уже ровно n штук, в случае, если все корни простые. Поэтому что нам остается сделать? Нам остается доказать, что эти функции линейно независимые. Докажем этот факт. Будем действовать от противного. Предположим, что нашлась такая нетривиальная линейная комбинация из вот этих функций равная нулю. То есть, еще раз, предполагаем, то есть, действуем от противного, предполагаем, что вот эти все функции являются линейно зависимыми. А значит, что вот это равенство выполняется в нетривиальном случае, когда хоть один из вот этих коэффициентов c1, c2 и до cn-го не равен нулю. Не ограничивая общности для определенности, будем предполагать, например, что вот этот коэффициент не равен нулю. Ну, для простоты последующего доказательства. Что дальше мы сделаем? Дальше давайте поделим вот это уравнение на экспоненту в степени лямбда nx. В результате у нас получается следующее. c1, когда эту экспоненту делим на e в степени лямбда nx, у нас здесь будет лямбда 1 минус лямбда nt на x. Плюс c2 на экспоненту в степени в результате деления получим лямбда 2 минус лямбда n. И так далее. Здесь будет понятно экспоненту на ту же самую экспоненту единица. Следующее действие продифференцируем. В результате дифференцирования получим c1 лямбда 1 минус лямбда n на e в степени лямбда 1 минус лямбда n от x плюс c2 на лямбда 2 минус лямбда n на экспоненту в степени лямбда 2 минус лямбда n в степени x плюс и так далее. Вот это слагаемое в результате взятия производной обнулится, так как это константа, и поэтому останется предпоследнее слагаемое. А предпоследнее слагаемое здесь содержало cn на экспоненту там должна была бы быть лямбда в степени n минус 1 минус лямбда nt на x. В результате взятия производной вот это лямбда n минус 1 минус лямбда nt вылазит в качестве множителя. Здесь у нас cn минус 1. То есть в результате вот этого действия поделили на экспоненту и взяли производную, количество слагаемых у нас уменьшилось на одно. Эта слагаемая пропала. Повторим это действие, поделим теперь на экспоненту в степени лямбда n минус 1 минус лямбда n в степени x. Здесь плохо возможно видно, поэтому обращаю внимание. Экспонента в степени лямбда n минус 1 минус лямбда n в степени x. Но чтобы в результате сократилось вот это слагаемое. Что у нас получается? Получается с лямбда 1 минус лямбда n на экспоненту. А теперь если вот эту экспоненту поделить на экспоненту в степени лямбда n минус 1 минус лямбда n на x, то лямбда n, умноженная на x взаимно уничтожится. И здесь останется только лямбда 1 минус лямбда n минус 1 плюс c2 здесь будет то же самое. В результате деления на эту экспоненту получится лямбда 2 минус лямбда n минус 1 на x. И так далее. В конце концов останется cn минус 1 на лямбда n минус 1 минус лямбда n. Экспонента пропало. Опять продифференцируем. То есть за счет дифференцирования здесь вылезет еще множитель лямбда 1 минус лямбда n минус 1 и так далее. Вот это слагаемое, так как это конкретное число, опять же обнулится и останется коэффициент знаете я более коэффициент cn минус второе, а здесь по аналогии будет l n минус 1 минус лямбда n и мы сейчас лямбда n минус второе минус лямбда n на экспоненту в степени лямбда n минус второе минус лямбда n в общем опять делим дифференцируем делим дифференцируем делим дифференцируем в результате постоянно вот эти слагаемые будут пропадать и все это будет идти до тех пор то есть если суммарно мы сделаем эти действия n минус один раз то финально будет вот такое вот выражение получено дальше замечаем так как предположение по предположению c1 не равно нулю все корни простые то есть их алгебраическая кратность равна единице то есть нету ни одного кратного то есть нету совпадающих все эти скобки значит все эти множители не равны нулю ну и понятные экспоненты никогда не будет равно нулю поэтому мы получили противоречие слева выражение не равное нулю справа ноль такого быть не может поэтому наше предположение метода от противного неверно а какое у нас было предположение мы предположили что вот эти функции являются линейно зависимыми что найдется соответственно какая-то нетривиальная линейная комбинация тождественно равная нулю предположение неверно значит все соответствующие функции являются линейно независимыми а значит еще раз напомню образуют ФСР почему потому что их n штук они являются решением однородного уравнения и вот мы доказали что они являются линейно независимыми и значит что любое решение однородного уравнения может быть выражено в виде линейной комбинации элементов фундаментальной системы решений обращаю ваше внимание что вот этот подход естественно предполагает что наши корни могут быть как действительными так и комплексными как действовать как удобнее расписывать фундаментальную систему решений в том случае если у вас соответствующие лямбда комплекснозначные а у нас понятно если мы решаем решаем дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами то мы предполагаем естественно что функция у нас будет вещественно значной как перейти как в случае комплекснозначных лямбда записать вещественно значную систему функций образующих ФСР вы это будете на семинарских занятиях разбирать это мелкий технический момент так теперь могут быть и другие случаи могут быть случаи когда например ну более сложный когда например лямбда КТ это не простой корень а у него это корень кратности П в этом случае в этом случае ему то есть смотрите если у нас ну допустим один ну один корень лямбда КТ кратности П значит различных корней у нас будет Н минус П а раз их будет Н минус П то понятно Н минус П вот таких функций ФСР образовывать не будут потому что чтобы у нас получилась фундаментальная система решений нам нужно Н линейно независимых решений однородного уравнения поэтому если у нас какой-то корень имеет кратность равную П значит различных корней меньше чем Н и в этом случае строятся так называемые присоединенные функции к вот этой следующим образом то есть корню кратности П соответствует следующий набор функций которые будут включаться в ФСР Е в степени лямбда катэ Х дальше Е в степени лямбда катэ Х умноженное на Х потом Е в степени лямбда катэ на Х на Х в квадрате и так далее П штук до П минус первой степени то есть если мы их добавим то у нас будет ну добавим к вот этому еще вот таких вот фактически П минус одну штуку это будет давать в результате набор из n функций соответственно возникает вопрос чтобы у нас было набор функций образовывала ФСР фундаментальная система решений их должно быть n штук для линейного уравнения н-го порядка и они должны быть линейно независимыми ну то что их будет н штук это понятно по построениям что мы добавляем если корень кратности П мы к нему добавляем еще П минус 1 ну функцию в результате корню кратности П соответствует суммарно П функции все окей соответственно остается показать что вот эти функции являются решениями однородного уравнения это мы с вами проделывать не будем потому что это можно в этом убедиться просто подстановкой подстановок мы уже на сегодня много делали поэтому без этого обойдемся и второе можно показать что все соответствующие функции будут линейно независимыми это можно сделать тоже по аналогии с вот этим подходом который мы сейчас реализовывали в результате в результате давайте подытожу если у нас есть какой-то корень кратности П то ему кроме экспоненты в степени лямбда К Х будет соответствовать вот П элементов которые будут П функции которые будут входить в фундаментальную систему решений так на этом мы заканчиваем а на следующей лекции мы приступим к системам уравнений в и под под м в а в Продолжение следует...